Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальная тема». Я Александр Иванчиков. И сегодня гость нашей студии – доктор исторических наук, политический эксперт Ценежаб Батуев. Добрый день, Ценежаб Бибаевич. Мы пригласили вас в студию расставить, наверное, все точки над «и» по вопросу муниципальной реформы. Я думаю, что это можно и так назвать муниципальная реформа, а конкретнее вопрос прямых выборов глав районов, либо конкурсный отбор глав районов через комиссию, через определенные испытания. Но предлагаю начать все-таки с предыстории. Почему этот вопрос назрел? Ну, сразу. По порядку, как говорится. Все точки над «и» расставить, по всей видимости, не удастся. Почему? Потому что тема местного самоправления, она очень динамична. Это показывает азиатский опыт, это показывает американский опыт, это показывает европейский опыт. Я думаю, что пока только ограниченное количество специалистов в этой области знает о том, что сейчас в Государственной Думе еще одна очень серьезная поправка в этот закон – это продолжение реформы, когда предполагается создание одноуровневого муниципального округа. То есть у нас двухуровневые, когда глава поселения и обязательно глава района. А здесь предполагается создание муниципального округа и даже, возможно, переподчинение городскому округу. То есть из пригородных районов, теоретически из этого документа даже может истекать такое предложение. Поэтому местное самоправление, оно и в Африке местное самоправление. Почему? Потому что очень правильно, это самая близкая власть к людям, а проблем в реальной жизни больше, чем предостаточно. И поэтому совершенно справедливо сейчас идут споры, идут дискуссии по поводу того, а снова ли это хорошо или снова это плохо. И получается, как у Крылова, как бы вы ни садились, музыканты, все равно не годитесь. Поэтому, прежде всего, по конкурсной комиссии. Это коллегиальный орган. Вот здесь сразу точки на дверь расставить. Это коллегиальный орган. И он создается двумя субъектами. С одной стороны районный совет, как избранный, как уполномоченный орган от местного сообщества. То есть, со стороны района в этот коллегиальный орган будут входить только всенародно избранные депутаты? Нет. Кто будет входить, кто имеет право? Я думаю, что районный совет может решить о том, что неформальный лидер молодежного движения. А может быть, исторически так сложилось, что в этом районе очень сильны ветеранские организации. И мне кажется, совершенно справедливым будет, если на сессии районного совета депутаты решат, что они не семи пяди во лбу. А хотят вместе с гражданским обществом разделить вот эту большую ответственность. И пусть в состав комиссии войдет молодой предприниматель. Или же, наоборот, очень известный, очень авторитетный, со своим мнением, с советским прошлым на то пошло, представитель ветеранской организации. Это первая составляющая вопроса. Вторая составляющая вопроса – это то, что комиссия 50% заявлена руководителем субъекта. Раньше это предполагалось, что она проходит сложную процедуру через Народный Хурал. Мы там, значит, свое мнение высказывали. Здесь я, несмотря на то, что я в тот период был сам депутатом Народного Хурала, занимался этой темой, я согласен с таким изменением. Вот вообще в природе этого вопроса лежит что? Вот жители муниципалитетов, будь что в Закамне, будь что в Яравне, в Кяхте, они ежедневно встречаются со многими проблемами, но и в то же время они имеют обыкновение каждый раз повторяться. И люди справедливо пытаются понять, а что их вообще-то никак нельзя решить, что ли? Ну почему вот так бывает, да? Был один глава, да, говорил. Пришел второй глава, да, обещал, значит. Ждем третьего главу. А при этом есть правительство, народных урагов, в конце концов власть есть, да? Вот, поэтому, когда будет вторая составляющая этой комиссии со стороны правительства и главы республики, это уже априори надо понимать о том, что они напрямую заявляют о своей ответственности в подборе будущей кандидатуры. По поводу ответственности я хотел спросить. Может быть, это такой довольно дилетантский вопрос, но все же. Глава района, который прошел через стандартную процедуру выборов, какая у него ответственность перед народом, перед населением района, перед республиканской властью? Какая у него ответственность? Ну я думаю, что... Де-факто и де-е-е-е можно... Я тогда на примере скажу. У нас... Это было, в общем-то, широко известно, когда президент республики, один из избранных глав северных районов, в ответ на его предостережение о том, что я сниму тебя с работы, он ответил. Вы избраны, и я избран. И это было совершенно справедливо. Поэтому... Я правильно понимаю, что эта речь идет еще о временах Леонида Потапова? Да. Ну, она широко известная, кому это... Кто был современником, он это вспоминает, но в хорошем смысле слова вспоминает. А применительно к нашему разговору об ответственности. Ответственности. Ответственность, она приобретает более конкретный характер. Более конкретный характер в чем? В том, что кандидат, прошедший через конкурсную комиссию, он перед районным советом уже выступает не как всенародно избранный глава, и который в течение года должен отчитаться. И все. А в каком качестве он выступает? Избранный глава, согласно федеральному законодательству, один раз в год отчитывается перед районным советом. И все. Ну, я думаю, что другие рабочие контакты, конечно, бывают. А что в данном случае меняется? В данном случае, если районная администрация по-прежнему будет плохо работать, с районного депутата Иванова Петрова Бадмаева спросят и спросят по-другому. О том, что вы же в ходе вот этой работы конкурсной комиссии, да, у себя на округе доказывали, что Бадмаев лучше. Ну, или Иванов. Поэтому меняется конкретика ответственности, как перед районным советом, перед конкретными депутатами. И с другой стороны, прошедшие через конкурсную комиссию и избранные в итоге из двух кандидатов, там обязательно должна быть альтернатива. Мы же с вами уже вначале говорили о том, что 50% комиссии формирует глава республики. И тогда получается, вот избранный глава по-новому, он вообще-то теперь и ответственный перед главой республики. Перед главой республики. И вот здесь, я не уходя в сторону, да, единственное, я хочу сказать лично свое мнение. Мы сейчас говорим о проектном подходе, о проектном управлении. Вот мы говорим, приходят большие деньги. Да, они приходят большие деньги. Освоение хорошее? Не совсем. Но, судя по, даже по публикациям СМИ не всегда удается освоить. Не совсем. А что такое проектное управление? Проектное управление – это цель, это деньги и это решение вопроса. У нас зачастую что получается? Цель есть, деньги есть, а результаты работы далеко неутешительные. Поэтому здесь, допустим, на примере строительства социального объекта поступили федеральные деньги. Определен конкретный человек, исполнитель правительства республики. А в районе что? А в районе уже работает. Человек, который давал обязательства перед главой республики, перед правительством о том, что я справлюсь. И вы в конкретном случае должны мне помогать и контролировать. И вот здесь, в субъективном плане усиливается взаимная ответственность. У нас же порой как получается? Приезжает глава республики или руководитель правительства. И начинается перетягивание каната только в другом смысле. За это отвечает республика. В правительстве за это отвечает это министерство. А где этот министр? А где другой товарищ исполнитель? А это вопрос местного значения. Вот вы почему не делаете? Ответьте население. А здесь уже восприятие у населения через какое-то время будет совершенно другое. В субъективном плане восприятие оно будет совершенно другим. Ну то есть, вот эта дилемма сейчас, которая стоит перед многими районами, о том, что пойти по пути прямых выборов, либо пойти по пути конкурсного отбора своего будущего главы. И она, эта дилемма в публичной плоскости, в принципе, и подсвечивается довольно хорошо. Ну, не будем греха таить, и скандалы всплывают различные мнения, тоже очень разные. По факту, это лишь верхушка айсберга, которая заточена, а весь айсберг, он заточен на то, чтобы более эффективно управлять регионом. Хорошо. Александр. Вот мы говорим о том, что народовласть. И определенные силы, как вы тактично говорите, подвергают сомнению целесообразность вот этой конкурсной комиссии, опасаясь, что перечеркивается народовластье и принцип всеобщего избрания. Вот здесь надо тоже как бы за тремя соснами видеть лес. Местное самоуправление – это общественная и государственная форма власти. Общественная и государственная форма власти, природа ее объясняет следующим образом. Общественная – это то, что местное сообщество, допустим, в Бичурском районе решило взять на свою ответственность решение местных вопросов. С учетом своих исторических особенностей, имеющихся кадров, погодных, климатических, хозяйственных. Вот в этом природа общественного характера. И никто местное самоуправление не перечеркивает. Никто не говорит оно, что становится одноуровневым. А вот как формируются органы власти в том же Бичурском районе, определяется федеральным законом. И поэтому федеральный законодатель сказал депутатам Народного хурала «Установите вариативность». Вариативность установили, и теперь само местное сообщество должно решить. Или же через конкурсную комиссию, или же оставить прямые выборы. Поэтому, когда здесь видят какую-то ползучую контрреволюцию по уничтожению народовластия, это не так. А то, что из-под воль ставится задача укрепления вертикали власти, я думаю, что здесь надо без обвиняков говорить. Это да, действительно так. Но природа, сложность этого вопроса, она была заложена в Конституции Российской Федерации. Почему? Потому что отцы-основатели на тот период в статье 12 установили, что местное самоуправление – это одна из основ конституционного устройства страны, но при этом она не входит в систему органов государственной власти. А человеку, живущему что в Брянской области, что в Бурятии, когда нет нормальных дорог, нет больниц, нет детских садиков, ему фиолетово, кто этого не делает. Президент страны не делает. Или же глава региона не делает. Или глава муниципалитета не делает. Поэтому совершенно правильно сейчас в ряде субъектов, и федеральный законодатель так решил, о том, что исходя из имеющихся особенностей регионов, ну посмотрите, мы не можем сейчас менять Конституцию. Ни время, ни дело это делать. А укрепить вертикаль власти, вот мы вам предлагаем вот такой способ. Вот в городе Севербайкальске не перешли. В Севербайкальском районе перешли. Не будем забывать, что у населения районов остаются еще выборы депутатов районных. Конечно, конечно. То есть здесь они могут свою позицию высказать. Вот знаете, на круглом столе Василий Степанович очень так хорошо, мудро привел пример. Всенародный избранный глава района, если арифметически посчитать, при том количестве кандидатов, при низкой явке, это уже факт, где-то процентов 30 от общего числа приходит, и при большой альтернативе, грубо говоря, они растаскивают голоса. А теперь выборы главы происходят в один тур. Простое большинство в итоге, в сухом остатке, он представляет 10-15 процентов вообще-то избирателей своего муниципалитета. При этом говорить о том, что я всенародный избран, здесь, конечно, немножко моральная сторона вопроса страдает. А вот 15 или 17 минимум депутатов районного совета, они в сумме избирается, конечно, от большего количества жителей района. И поэтому очень правильно с Тункинского района на круглом столе поступило предложение о том, чтобы районный совет полностью избирался только по мажоритарному. Чтобы там не было по партийным спискам. Партийной ответственности, или же, как он сказал, партийной безответственности. Вот все люди, живущие в том или ином районе, в том или ином муниципалитете, чтобы они напрямую избирали райсовет. И я думаю, что успех будущего конкурсного избрания глав районов, он будет, говоря научным языком, даст результаты, если это будет эмпирическим путем, а не экспериментальным. Вот мы поэкспериментировали в Селенгинском районе, мы поэкспериментировали в Тарбогатайском районе, мы поэкспериментировали в Прибайкальском районе на один созыв. Что такое один созыв? Поэтому вот эта форма избрания главы муниципального образования, она должна поработать какой-то период, два-три срока. Если она даст результаты, она приживется. Но если она не даст результаты, местное сообщество имеет право вернуться к прямому выбору. То есть такая возможность, она сохраняется? Решение это о конкурсной комиссии, создании ее и применении ее в Народный Хурал уже не участвует. Устав меняет, Александр, устав меняет депутат районного совета. При всем огромном уважении к депутату Народного Хурала, представляющему этот округ, допустим, или любой район, он принимать решение голосования по изменению устава, применению вот этой конкурсной схемы избрания главы, он не сможет. Он выполнил свою задачу. Поэтому, когда немножко, мягко скажем, чересчур активно с Народного Хурала говорят о том, что делайте так, делайте сяк, это неправильно. Народный Хурал в пятом созыве свою задачу выполнил. Он привел четкое соответствие с федеральным законодательством положения Закона Народного Хурала, Закона Республики о местном самоправлении. А дальше уже в Тарбогатайе будет решать районный совет. Районный совет этого созыва принял решение по предложению главы Республики изменить устав. Это тоже нельзя скрывать, да? Хорошо. Если они это сделали, если жизнь, реальные результаты пошли в сторону улучшения, вы думаете, местное сообщество будет возвращаться к всенародной избранной? Но тут еще вопрос в том, насколько политически активно местное сообщество. Нет. Вот здесь, знаете, политическую ангажированность с решением конкретных жизненных проблем людей путать не надо. если, вот как есть хорошая русская пословица, да, не трогай лихо, пока она тихо, да? Вы думаете, о способе главы муниципального образования ежечасно, ежедневно человек думает? Я думаю, нет. Нет. Он думает, почему нет дорог, почему нет садиков, почему нет нормальной врачебной помощи. И поэтому, если эти вопросы будут решаться успешно избранным главой через конкурсную комиссию, никто дальше возвращаться к этой теме и обратно не будет. Но попытки могут быть, конечно, никто от этого, как говорится, не застрахован и запретить это нельзя. Не так много времени, к сожалению, остается. Мы поговорили о том, о механизме, как формируется конкурсная комиссия, кем она формируется, но не поговорили о том, что должен представлять из себя кандидат. На прямых выборах мы знаем, это обычно лозунги, это, причем, довольно популистские обычно лозунги. Даже вот в начале нашего разговора мы говорили о том, что проблемы районов, они от выборов к выборам одни и те же. И когда начинается выборная гонка, выборная кампания, эти проблемы вытаскиваются наружу, подсвечиваются, даются обещания их решить. А что должен сделать, или что должен пообещать, или что должен представить, может быть, это какой-то план действий на ближайшее время, на ближайшие два-три года или на весь срок. Хорошо, Александр. С чем кандидат приходит на комиссию? Хорошо, Александр. Две стороны одного целого. Это как бы мягче выразиться, это дилетанты? Нет. Это не дилетанты. Дилетанты кто? Кто приходит на комиссию? Нет. Члены комиссии с одной стороны райсовета, с другой стороны правительства, это дилетанты? Я думаю, нет. Нет. Сегодня в большинстве районов депутатами районного совета пришли действительно люди общественные лидеры, неформальные лидеры. Я вот на примере Волгинского района это могу ответственно сказать. Это люди самодостаточные, дорожащие своим именем. Возьмемте правительство. Правительство, когда вошло в эту реку, оно понимает, что за результаты деятельности вот этого товарища глава будет спрашивать? Я думаю, да. Оно понимает? Да. Понимает. Оно дорожит своим местом? Я думаю, что скорее всего многие дорожат. Вам ответ. Понимаете? Нет, но это мы с точки зрения тех, кто принимает решения. А поэтому кандидат, который будет участвовать в этой коротком забеге, в этом коротком забеге, он будет понимать о том, что программа должна быть не мировой революции. Программа должна быть конкретной, читаемой и контролируемой. Я сейчас не говорю слово эффективное. Вот мы до того затаскали это слово, чуть чего эффективное, чуть чего креативное. программа должна быть конкретной и контролируемой. Если он это покажет депутатам районного совета, они будут за него. А если контролируемость будет понятна для другой стороны, они будут за него. А так, конечно, за всех и вся во время всеобщих выборов, сколько раз мы это проходили. Практически на каждых выборах мы это видим в том или ином районе. Но это закон жанра. Понятно. Я предлагаю на этом пока остановиться, потому что время нашей программы подошло к концу, но я понимаю, что это разговор, даже тема не для одной программы. Если вдруг у наших телезрителей появятся еще вопросы по поводу реформы местного самоуправления, я думаю, что мы с вами еще встретимся и обсудим эти вопросы, как это все движется и для чего это делается. Спасибо большое, что нашли время, посетили нашу студию. Это была программа «Актуальная тема». С нашим экспертом мы говорили о том, как сделать эффективнее затасканное опять же слово, как лучше жить в нашей республике. До свидания. «Актуальная тема» 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 «Актуальная тема»